В Архангельске на уходящей неделе начали выдавать электронные проездные. Пока только тем, кому исполнилось 70 и более лет. Как любое новшество, это тоже потребует привыкания. Хотя некоторые уже оценили новинку. Я считаю, что нормально. Это надо благодарить. Все проездные именные. При их получении нужно предъявить паспорт. Каждый месяц на карточку будет начисляться 20 поездок. Выдача электронных проездных ветеранам – это только начало большой программы модернизации городского пассажирского транспорта. Это первый этап. Следующим этапом у нас будет распространение электронных проездных для всех желающих. В Северодвинске в самом разгаре сезон охоты на волков. Конечно, не в самом городе. Опасные хищники – частые гости в садовых и дачных товариществах. В одном из них насчитали аж шесть опасных посетителей. На помощь жителям пришел опытный охотник Валерий Дикан. Его добычей сразу стал волк-трехлетка. Они делали круг. У них свой путик, так называемый. А, тропа. Тропа, да. Они обход делают территории. Свой район, который они оберегают, делают обход. Могут они через две, через три недели снова появиться в этом месте. За каждого волка охотнику полагается премия – 10 тысяч рублей. По информации Северодвинского лесничества, в этом сезоне на пушных зверей, в том числе и серых хищников, выписано около 70 путевок. Время охоты продлится до 28 февраля. Из Вильготского района на уходящей неделе снова поступил сигнал о помощи. Объявлен сбор средств на лечение больной девочки. Это Амина Караулова. Впервые в соцсетях о ней заговорили два года назад, когда мама Алена Захарова из Ильинска рассказала о своей беде. Ребенок не мог ходить, говорить. Тогда наши земляки на юге области собрали необходимые средства, и девочка прошла два лечебных курса в Китае, после чего встала с инвалидной коляски. Единственный минус – это то, что мы не можем ходить по неровной поверхности. То есть до сих пор нет координации движения, и если там ступенька, бугорок, она уже теряет равновесие. Мышцы лица, они тоже ослаблены. Это очень хороший массаж, нужно угловокалывание на лицо. Но и этот недостаток можно устранить, уверены врачи в Китае. Для этого Амину вновь ждут в Харбине для продолжения лечения. Поэтому в соцсетях запущен новый бумеранг добра. На этот раз необходимо собрать 650 тысяч рублей. В Новодвинске вовсю готовятся к крещенскому купанию. Как утверждают наши коллеги с Новодвинского ТВ, многие верующие жители города намерены окунуться в прорубь 19 января. Поэтому с экрана им дают советы специалисты. Купание необходимо совершать только в оборудованных местах. Кстати, все они в крещенскую ночь будут под присмотром оперативных служб. Размер проруби должен составлять не более 150 на 150 сантиметров. Глубина должна составлять не более 150 сантиметров. И последний совет. За два часа до купания рекомендуется плотно поесть и воздержаться от употребления спиртных напитков. А верующие Котласа на уходящей неделе могли поклониться иконе и мощам святого апостола Андрея Первозванного. Это реликвия Няндамского храма святых Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. В путешествие Пархангельской области святыни отправились еще в декабре прошлого года. Прикладываясь к любой святыне, мы просим в первую очередь у Господа Бога или святого угодника спасения души. Надежда как-то успокаивает, дает силы. Пусть приходят люди, конечно, потому что это такое исцеление, такая благодать. Из Котласа святыни вернутся в Няндаму на место своего постоянного пребывания.